Здравствуйте! Первое занятие по курсу молекулярная физика и термодинамика посвящено изучению элементов комбинаторики. Казалось бы, какая связь между комбинаторикой и молекулярной физикой? Ну, молекулярная физика — это дисциплина, область физики, которая описывает систему многих частиц. И это можно сделать разными способами. Во-первых, что такое много частиц? Это их количество, сравнимое с числом Авогадра — 6 на 10, 23. То есть порядок величины 10 в 20 степени — это достаточно много молекул, достаточно много элементов, которые можно описывать разными способами. С механики мы умеем описывать движение материальных точек динамическим способом, через второй закон Ньютона, используя для этого радиус вектора материальных точек, их скорости. В чем сложность этого способа? В том, что требуется порядка числа Авогадра векторных или в три раза больше скалярных дифференциальных уравнений второго порядка. Ну, собственно, второй закон Ньютона. Это сложно для решения даже современными вычислительными машинами. То есть поведение одного моля газа таким образом мы можем рассчитать только с очень большим временным масштабом. То есть для расчета жизни одного моля газа в течение одной секунды понадобится далеко не одна секунда и даже не один день. Второй способ описания систем многих частиц — способ статистический. Он оперирует уже не с координатами и радиус векторами каждой молекулы, а исследует их статистические закономерности. То есть средние координаты, средние скорости, средние проекции, скоростей и так далее. При этом теряется информация о каждой конкретной молекуле, о ее поведении. Но становятся понятны закономерности большой совокупности. Уже на этом этапе можно ввести понятие температуры, характеризующей поведение такой системы частиц в среднем. Ну и, наконец, третий способ описания — термодинамический. Это способ, оперирующий макровеличинами, такими как давление, объем, температура, концентрация, то есть теми величинами, которые измеримы в макроскопическом эксперименте. И для связи макропараметров используются закономерности, выведенные с помощью статистической физики, с помощью статистического подхода. Такой способ рассматривают уже не молекулы, а систему в целом. Информация о молекулах, о структуре системы, в общем-то, уже потеряна. И для просмотрения статистических закономерностей, для введения статистических понятий необходимо понимать азы комбинаторики. Комбинаторика — это раздел математики, который изучает дискретные объекты, их множество и отношения на этих множествах. В качестве примера приведем вот такое множество из трех различающихся элементов. Что такое отношение на множестве? Это, например, перестановка. Перестановка из н элементов — это упорядоченный набор такого количества элементов. То есть множество, содержащее н элементов, в котором важен порядок их следования. Посмотрим на примеры различных перестановок. Возьмем множество, приведенное в предыдущем примере. Переставим два элемента местами, получим другую перестановку. Поменяем порядок, получим третью перестановку. Число перестановок из н элементов обозначается буквой p, n и равно факториалу количества элементов. Обозначение p идет от английского названия перестановка. Еще одно отношение на множестве — это размещение. Размещение m элементов из n имеющихся — это упорядоченный набор элементов, но уже не всего множества, а его части. Подмножество. Говорят, размещение из n по m. Давайте посмотрим на примеры различающихся размещений. Возьмем исходное множество из предыдущего примера, выделим из него два элемента, переставим их местами, получим другое размещение. Число размещений обозначается а из n по m равно отношению факториала общего числа элементов множества к факториалу n минус m. Обозначение также происходит от английского слова «размещение». Обратите внимание на то, что число размещений из n по m равно отношению числа перестановок n к числу перестановок n минус m. Можно сказать, что перестановка n элементов — это размещение этих элементов из n по n, то есть всех элементов. И можно записать вот такое равенство. Поскольку факториал нуля — это единица, то мы получаем исходное значение для перестановки. Последнее отношение, которое нам нужно понимать, это число сочетаний. Число сочетаний из n по m — это неупорядоченный набор, в отличие от размещения. То есть множество, в которых есть одни и те же элементы, расположенные на разных местах, это одинаковые сочетания. Посмотрим на одинаковые сочетания. Берем два элемента из множества примера, переставляем их местами, получаем то же самое сочетание. Число сочетаний будет меньше, чем число размещений на m! раз. Обозначение для числа сочетаний c из n по m также происходит от английского слова «сочетание». Вот связь между числом сочетаний и размещений и связь между числом сочетаний, размещений и перестановок. Как понять, в каких ситуациях каким отношением пользоваться? Давайте проанализируем. В получающемся множестве важен ли нам порядок элементов? Если важен, зададим себе вопрос, все ли элементы исходного множества в него входят? Если все, то необходимое число — это перестановки. Если не все, то размещение. Если же порядок оказывается неважим, то нам необходимо рассчитать число сочетаний. Применим полученные знания на практике. Ну и, во-первых, посчитаем, сколько различных четырехзначных чисел можно записать, используя четыре разных цифры — 1, 3, 7 и 8. Для ответа на этот вопрос вспомним, что числа различаются, если в них различается хотя бы одна цифра. И сколько вариантов всего возможно? На каждой позиции в числе может находиться одна из четырех цифр, то есть первая цифра может быть любой из четырех, вторая цифра — также любой из четырех. И для вариантов написания первых двух цифр у нас есть уже 4 в квадрате вариантов. Добавляем третью цифру, которая может быть также любой из четырех. Добавляем к каждому варианту еще 4, то есть 4 в кубе. Ну и, наконец, записываем четвертую цифру, получаем 4 в четвертой степени. Таким образом, ответ на вопрос этой задачи — 256 или 4 в четвертой степени. А если изменить задачу, поставив вопрос о различных числах с неповторяющимися цифрами, то здесь уже необходимо использовать элементы комбинаторики. Давайте проанализируем все возможные варианты в этом случае. На первом месте в числе может стоять любая из четырех заданных цифр. Но уже вторая цифра имеет не 4, а только 3 оставшихся варианта. Таким образом, для записи первых двух цифр мы имеем 4 на 3 — 12 вариантов. Запись третьей цифры дает нам еще два варианта. Две оставшихся цифры. И незадействованной после этого останется всего одна, которую мы должны будем поставить на четвертое место. Таким образом, всего возможных вариантов будет 4 факториал произведения всех натуральных чисел от 4 до 1. 4 факториал — это 24. Поменяем теперь набор заданных цифр так, чтобы одной из них стал ноль. Сколько различных четырехзначных чисел с неповторяющимися цифрами можно записать в этом случае? Ну, поскольку четырехзначное число не может начинаться с нуля, то условия немножечко поменяются. То есть в качестве первой цифры может быть любая из ненулевых. И таких вариантов всего три. Осталось незадействованных три цифры. Любую из которых мы можем поставить на второе место. На третье место любую из оставшихся двух. И последнюю, незадействованную на четвертое место. Вот четвертый разряд, самый младший разряд числа. Таким образом, получается 3 умножить на 3 факториалу. Или 18 различных чисел. Еще одна задача про номер городского телефона. Он не может начинаться с нуля. Сколько всего существует семизначных телефонных номеров, в которых все цифры разные? Давайте посчитаем количество возможных вариантов. И вначале рассчитаем количество вариантов всех возможных телефонов с различающимися цифрами, даже начинающихся с нуля. Это сделать просто. Это число размещений, поскольку важен их порядок. И это число размещений из 10 по 7. Всего получается 10 факториал на 3 факториал произведение последовательных натуральных чисел от 10 до 4. Теперь давайте посчитаем те номера, которые начинаются с нуля. В этом случае первая цифра номера уже задана, это 0. И нам нужно разместить оставшиеся цифры уже из 9. Поэтому количество номеров, начинающихся с нуля, это число размещений из 9 по 6. И это 9 факториал на 3 факториал произведение последовательных чисел от 9 до 4. Вычтем из 1 числа 2. Вынесем общие множители и получим ответ довольно похожий и довольно большой. То есть больше полумиллиона номеров возможно создать по таким правилам. Сколькими способами м кошек может рассесться по н коробкам? Коробки пронумерованы, их число больше, чем количество кошек, так, чтобы в каждой коробке было не более одной кошки. Это уже задача на размещение. Поскольку коробки пронумерованы, да и кошки тоже различаются, то порядок следования элементов в этом множестве важен. Если бы число кошек равнялось числу коробок, то ответ был бы очень простой. Это число равнялось бы числу перестановок. Но при этом у нас должно остаться несколько коробок пустыми, поскольку кошек меньше, чем коробок. Давайте попробуем разместить вот эти вот пустые элементы по n коробкам. Значит, размещение этих пустых элементов, порядок размещения пустых элементов, уже не важен. Поэтому перестановки пустых элементов, пустых коробок, мы можем не учитывать. Тогда общее число размещений кошек по коробкам это число перестановок из n элементов поделить на число перестановок пустых элементов pn-m. То есть n факториал разделить на n-m факториал. И в итоге мы получаем число размещений. А вот также задача из классического арсенала комбинаторики. из n шаров m белые, остальные красные. Сколькими различными способами все шары можно расположить в ряд. Обратим внимание на то, что все белые шары одинаковы, все красные шары также одинаковы. Не различаются в условиях задачи. Поэтому их можно переставлять между собой. Если бы их нельзя было переставлять между собой, тогда общее число способов равнялось бы числу перестановок из n. Но все белые шары мы можем менять местами, поэтому общее число различающихся последовательностей будет в p-m раз меньше. Все красные шары также можно менять местами, поэтому полученный на предыдущем шаге результат разделим еще на число перестановок из m-m, из числа красных шаров. И получаем результат, который равен числу сочетаний из n по m. Число сочетаний можно вычислить очень наглядным способом. Этот способ называется треугольник Паскаля. Как он устроен? В нулевом ряду записывается единица. Под ней влево и вправо в первом ряду записываются также единицы. Первый ряд заполним. Начинаем заполнять второй ряд. Слева от левой единицы и справа от правой единицы записываем также по единичке. а пустое место в ряду заполняем суммой чисел стоящих над ним. Второй ряд заполнен. Начинаем заполнять третий ряд. Опять пишем единички по краям и пустые места заполняем суммой элементов находящихся над ними. Таким образом конструируются все новые и новые ряды и числа, находящиеся в n-ой строке, являются числом сочетаний из n по m. m отсчитывается от левой границы треугольника начиная с нуля. По-другому эти числа называют биномиальными коэффициентами. Почему? Давайте посмотрим на выражение, которое называется бином Ньютона. сумма двух чисел в некоторой степени, в данном случае в четвертой. Биномиальные коэффициенты, содержащиеся в четвертой строке треугольника Паскаля, записывались как 1, 4, 6, 4, 1. Посмотрим, что получится при раскрытии скобок этой степени. Обратите внимание на коэффициенты и на степени при П и Ку. Степени П понижаются на единичку в каждом следующем слагаемом, степени Ку повышаются, а коэффициенты как раз и образуют тот самый ряд 1, 4, 6, 4, 1. То есть треугольник Паскаля позволяет рассчитывать не только комбинаторные выражения, но и алгебраические. Задача. На студенческую олимпиаду нужно набрать команду из двух физиков, трех математиков, десяти программистов. А всего в олимпиаде хотят принять участие некоторое большее число и физиков, и математиков, и программистов. Сколько существует всего способов собрать команду? Здесь нужно понимать, что такое способ собрать команду, чем различные способы отличаются друг от друга. Например, двух физиков из четырех можно выбрать некоторым количеством способов, но в списке физиков порядок уже будет не важен. Таким образом, мы выбираем из множества подмножества, причем порядок следования внутри него не важен, значит, нам нужно рассчитывать сочетание элементов. Всего мы получаем, что физиков можно выбрать способами ЦС четырех по два, математиков ЦС шести по три, ну и программистов ЦС пятидесяти по десяти. Поскольку в команде необходимы студенты из всех трех профильных групп, то мы должны перемножить полученные числа, чтобы получить общее число вариантов. Это очень большая величина. давайте подведем итоги семинара. Что необходимо помнить из комбинаторики? Необходимо помнить число перестановок из n элементов, размещений из n элементов по m и сочетаний из n элементов по m. Ну и, конечно же, разбираться, когда, какое число необходимо рассчитывать. Спасибо. Спасибо.